Мы сегодня сейчас говорим про микрорайон ВИЗ в городе Екатеринбург. То, что уже дорого, и то, что еще есть куда дорожать, когда частный сектор расселится, когда соответствующая транспортная инфраструктура появится и так далее. ВИЗ один из самых перспективных районов. Это в любом случае тема для такой дискуссионной. Даже в нынешних суровых реалиях это можно назвать инвестицией. Почему ты выбрал этот район? Наверное, один из немногих потенциально инвестиционных вариантов. Можно здесь посмотреть. Вот это история про будущее. Паша, еще раз привет. Привет нашим зрителям. Мы, на самом деле, это второе видео, которое мы записываем в этой локации. Спасибо Уральской палате недвижимости за предоставленную площадку. И мы сегодня сейчас говорим про микрорайон ВИЗ в городе Екатеринбург. Это Верхосецкий завод, название сокращенное. И на всякий случай, кому интересно, мы поговорили про район академический, который прилегает к микрорайону ВИЗ. Если вам интересно, смотрите на нашем канале. Про ВИЗ. Почему ты выбрал этот район для того, чтобы мы про него рассказали? Потому что альтернативы было много, мы решили один. Почему он? Ну, на мой взгляд, ВИЗ один из самых перспективных районов с точки зрения разных классов проектов, которые там есть. С точки зрения развития вообще удаленных территорий, которые в ближайшей перспективе будут расти там в цене. Ты имеешь в виду левую часть, да? Ну да, вот левую часть, Большой Конный полуостров, где запустил свой проект ЛСР. Я думаю, что даже в нынешних суровых ареалиях это можно назвать инвестицией. То есть это вот где конечный трамвай, да? Да, да, да. Вот здесь сейчас один трамвайный маршрут, но он есть. Выезд здесь есть в сторону Меги и Металургов по каким-то сельским тропам. Но в целом здесь вот то, что называется чистое поле, как солнечное, как в свое время академическое, да? И никакой социальной инфраструктуры. То есть вот это история про будущее. Там хочешь вложить деньги, можно их там припарковать, что называется. Припарковать, да. Припарковать. Как бы сейчас я посмотрел по нарезке, если я правильно увидел, там даже нет трехкомнатных квартир, то есть там только студия, однушки-двушки. Вот туда заводят тех, кто, видимо, вообще не про общественный транспорт. Хотя трамвайная линия есть, пустить туда пару-тройку дополнительных маршрутов, почему бы и нет. Дальше, ну то есть Виста, вот он видно по карте, да, в сторону центра смещаясь, он становится, по сути, все более развитым и, соответственно, все более дорогим. Вот здесь вот есть у нас ЖК Белый парус от АСР, которая принимала участие в эфире здесь. Как бы надо понимать, что очень нескромный ценник. Это сколько? И, блин, ну однушка, ну уже, наверное, даже за 5 миллионов не найти, мне кажется. А за счет чего? Вроде бы это так, ну отдаленно немножко. Позиционирование главное, да, мы видим классную водную гладь. А, и тут ничего не построят ближайшие. Прекрасная набережная. А, то есть набережная там есть, да? Ну, блин, нет, ее обещают, прекрасную набережную. Вот, она вот здесь есть, здесь же есть яхт-клуб, Комотек, по-моему, называется. То есть там есть история про летние пляжные тусовки на Кубе, да, условно, с бассейнами, да? Там есть история про яхтинг какой-никакой, но в Екатеринбурге, наверное, единственный формат. Но, блин, когда приезжаешь туда на пляж, вот прям просто отдохнуть, купаться там нельзя, но купаются, к сожалению. Вот. Нельзя купаться почему? Ну, вода качества такого, что вообще никак. Конечно. Проект «Самолет плюс» отличается тем, что он носит название крупнейшего застройщика страны и для Москвы, Санкт-Петербурга и области Ленинградской и Московской. Это имя уже знает практически каждый житель этих регионов. Поэтому, вешая вывеску «Самолет плюс», вы автоматически навигируете поток клиентов к себе для закрытия вопросов, связанных с недвижимостью. Что касается других регионов России, то у компании «Перспективы-24» и нашего партнера, старшего брата-застройщика «Самолет» есть определенные проекты по масштабированию бренд-нейма «Самолет плюс» и выделенные финансовые средства. И буквально с 1 мая будет официальный старт этого проекта «Самолет плюс». И я уверена, что буквально через 3-4 месяца большее количество людей из региона будут воспринимать «Самолет плюс» как именно рицательные, именно точки отдела продаж, и вы абсолютно верно заметили, при дворе, связанные с реализацией бытовых, финансовых и вопросов, связанных с недвижимостью. Здесь вопрос же в том, что продают-то виды, но вот если вот отсюда, с белого паруса смотреть сюда, то здесь всякие трубы, здесь проще, конечно, поснимать. Но, в общем, это не какая-то история с релаксом, что ты пришел на набережную, и у тебя горизонт простирается, водная гладь. Нет. Но народ, видимо, по какой-то неведомой для меня причине ценит близость этой набережной, которую, наверное, лучше сегодня поснимать, если получится. Конечно, снимем. На самом деле, мне кажется, ты немножко, как это, скешки? Да-да-да, критично настроен, потому что объясню. Я, например, видел несколько подмосковных небольших городов, где, ну, буквально, что называется, когда-то была речка Вонючка по центру города. Но благодаря властям, естественно, и Московской области, и Москвы, они немножко облагородили вот эту вот речку Вонючку, сделали прогулочную зону, и народ реально прямо, что называется, потянулся, и реально вечерами и днем видно, как либо мамы с колясками, либо достаточно взрослые уже люди просто гуляют. Это стало местом отдыха, что в маленьком городочке каком-то, типа там, Вороново под Москвой, это прям, ну, нереально было когда-то там, еще 5-10 лет назад. Я объясню свой скепсис. Вот этот район, Виспровобережный, не самыми дешевыми домами застроен, есть у него зубители. Здесь, кстати, видно такие вот, это жилые комплексы. Да, это хорошие дома. А это когда все строилось? Ой, я, честно говоря, ну, до 2010-го точно, когда он еще в сферу не пришел. Но здесь есть вот этот частный сектор, который пока никто не выкосил. И приезжая на набережную отдохнуть, ты обязательно увидишь пару-тройку маргиналов, которые самогончик распивают, которые здесь же сварили. И как бы это же вот уже существует очень давно, но от этого набережная не преобразилась. А ребята, которые застройщики, ну, белый парус, окей, построили возле. Серьезно, они будут вливать деньги в благоустройство вот этой винии? Да вряд ли. То, что здесь построил ТЭН, стройтэк со своей янтарной долиной, все это уже как-то в стороне. И опять же, ну, надежда вся на администрацию, на мой взгляд. Да, конечно. Потому что застройщики в нынешнем рынке и так классно продают иллюзию того, что у тебя есть рядом набережная. А наша администрация в эту набережную, да у них и так есть там к универсиаде много куда бабок вливать. Поэтому я не вижу перспектив того, что эта набережная превратится во что-то стоящее. Хотя, безусловно, был там проект вплоть до того, что где ЖК Русь у нас тут, у ТЭНа, вот эта вот история, она должна была простираться вот прямо вот, ну, вот такой бульвар, вот здесь вот все уходить, куда-то какая-то единая. Ну, то есть было соединение. Но ТЭН уже с Русью в второй очереди как-то все пересмотрел куда-то ближе к нам о Московском. Короче, там все так не решено в плане единого, которое градостроительного подхода. И рынок пока такой живой, что, собственно говоря, реализовывать эту набережную для того, чтобы у тебя купили здесь и сейчас нет смысла. Я боюсь, что эти обещания, они могут затеряться. Это исключительно то, что ты сказала. Зависит от администрации. Потому что, наверное, самый плохой город, который до сих пор был с точки зрения плана градостроительства, это, конечно, Краснодар. И про это многие говорят на многих каналах. Но, тем не менее, новый губернатор начал просто активно там, что называется, зачистку, в том числе застройщиков, с обязательствами, ну, просто прям вот навешивает обязательства, потому что по-другому, наверное, на стране нельзя. Вы должны здесь построить школу и никак по-другому. Или там вы должны сделать облагородить территорию и никак по-другому. Застройщики вынуждены это делать, потому что иначе они не договорятся, либо им надо строить другом регионы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, вот здесь у нас еще есть, для понимания, вот стройтейк, застройщика, янтарная долина. Вот здесь рядом, вот здесь вот у нас ЖСК для, ну, по ЖСК строятся объекты для врачей и так далее, социальное такое жилье, там очень дешевое, 45 тысяч метров, по-моему, строго. А вот здесь, в принципе, недвижимость, довольно известный в городе застройщик, выбрали интервью, по-моему, у Геннадьа Геннадьевича, да. Умеет работать над продуктом и так далее, но, блин, он уже, по-моему, третий раз откладывает старт продаж, потому что не знает, с каким продуктом выходить. Он не знает, там была какая-то малотажка, какая-то полуэлитка, назовем ее так. Но на сегодняшний день там такой ассортимент предложения, и, как бы, дешево там уже не построишь хороший продукт, потому что наверняка земли не дешевые. Но, как бы, ты понимаешь, что заломить, например, 150 тысяч метр квадратный уже сложно, потому что есть там ЖК Нагорный, который уже совсем близко к центру, что называется, в пешей доступности, которая со всей инфраструктурой, связанной с центральным стадионом. Здесь видно, там, поликлиника, школа, да. Да, ну, одна школа, вторая, третья, гимназия. Ты откладываешь, потому что ты не знаешь, а с чем выходить. Ну, и, мне кажется, не знаешь, какой рынок. Но виз в целом, безусловно, то есть, мое мнение, что первое, да, ЛСР, который запустил Зеленый остров, это все-таки федеральный игрок с сильным административным ресурсом, с сильным финансированием, да. И, как бы, безусловно, там и будет и школы, которые обещают, там, три не три, когда это будет вопрос. Но в целом, я думаю, что это будет развиваться. Поэтому вот эта вот часть, сколько здесь в километрах можно померить, ну, там, эти три километра, они со временем, там, для желающих жить возле воды, если мы еще вернемся к тому, чтобы набережную все-таки многоустроить, они, безусловно, подорожают. А давай мы сейчас поставим точку и поймем, что здесь восемь минут, три, шесть километра, да, до центра виза, да? Да, прикинул. Да, действительно. Вот, как бы, они со временем перестанут играть такую ключевую роль, но на сегодняшний день там нет ничего. Поэтому одно, там, условно, ну, студия, кстати, при этом, надо понимать, три миллиона минимум, три сто даже здесь вот, в ЛСРовском. То есть сейчас дешево себя никто не продает, даже в чистом поле. Вот. Но вот эта история, она на перспективу. Есть у нас другая часть визы еще. Это вернемся к ЖК, в смысле, к застройщику Астра, да? Он начал развивать то, что вдоль улицы Металлургов, вот ЖК Новый Виз, да? Вот три свечки, расселение частного сектора. То есть это другая часть виза. У нее уже другие проблемы. У нее нет толком набережной, у нее шумные магистрали вокруг и частный сектор. Этому частному сектору, блин, ну, примерно как с автовокзалами, я не знаю. Довольно долго, я думаю, жить. Но в целом, вот по-хорошему, вот это все другая перспективная застройка виза. Опять же, как бы, хороший выезд, в отличие от того, широченная Металлурга, да, с доступом в центр города, там, уже, наверное, минут семь ехать. Я просто рядом на тренировку хожу. И это вот, ну, другая часть визы, будем называть ее так. А вот это тоже частный сектор? Да, все частный сектор. То есть здесь, получается, у нас есть еще из уже строящихся объектов, это вот ЖК Тихомиров. Ну, ЖК Репин есть. Что с тебя? Репин Тауэрс, да, это у нас... Я решил, что... Нет, тут улица Репина, поэтому нет. Ну, хотя это Атомстро-комплекс, я два года жизни в свое время от Атомстро-комплексов, может быть, решили вознаградить. Ну, на самом деле, как бы, вот, я бы виза разделил там на, вернемся, да, три части. Первая – это Нагорный высота, который прям уже виз-центр и бизнес-класс однозначный. То есть то, что справа от улицы Токарей. Это уже прям, да. То есть здесь появилась прямая магистраль в центр города, здесь появилась инфраструктура центрального стадиона, и здесь прям топовые ценники, все, это уже центр города для меня. Вот. То, что условно от Викулова, например, даже не от Викулова, наверное, вот где-то от рабочих, то, что там ЖК Русь и так далее, здесь еще какая-никакая готовая инфраструктура, Янтарно-Делина чуть поводали, и как бы тоже там меньше там трех километров до центра. Ну, и вот Зеленый остров – это в этой части. А здесь, получается, металлургов застройка, ее начала Астра, вот здесь за рынком новомосковским ТЭН кучу там 250 тысяч метров квадратных жилья собирается построить, короче, очень много чего. И вот следующее – это вдоль Репина. То есть вдоль Репина здесь тоже есть частичная всяко-разная застройка, но что, на мой взгляд, показательно, здесь есть ЖК Прекрасный, я в свое время просто инвестицией туда занимался, и он просто вот Радуга Парк, довольно такой торговый центр, вот здесь находится ЖК Прекрасный, ему еще строится по договору полгода точно до сдачи, ну, там, вот, он продан? Полностью. Полностью. Вот они недавно запустили. И там даже уступок толком нет. А кто застройщик? НКС Девелопмент. Ну, здесь вопрос не почему, ну, в смысле, не в застройщике, здесь вопрос в том, что… Локация. Да, локация, севшая на все готовенькое, вот здесь Тихомиров, который заявил класс чуть выше, и поэтому вот здесь ребята спокойно на фоне этого класса… Зря я вышел из инвестиций, но это же другая история. Вот, то есть вот Репина, она уже плюс-минус застроилась, вот здесь недавно Fortis, ну, если перечислять, да, вот если глобально перечислять застройщиков, которые заходят на виз всей его части, это НКС Девелопмент, Fortis, Астон Групп, ЛСР, Принцип, СтройТек, мне кажется, еще, наверное, Астра, Астра. А вот Бруснику я, кстати, удивительно. Я вчера, позавчера был на бизнес-завтраке Брусники и спросил, вы не интересуетесь визом? Они сказали нет. И выбрали район, я не буду, наверное, раскрывать секретом, они недавно анонсировали, но я там Бруснику вообще никогда не ждал, и это для меня как бы шокирующая новость. Сейчас поддерживаем интригу, пусть застройщик сам анонсирует. Но на визе их нет, что удивительно, потому что район перспективный. Возможно, просто когда там же на визе передел земель был, вначале планировали объекты универсиады, потом что-то там администрацию хотели туда вынести, вот туда как раз ближе к набережной, и потом сказали, нет, будем застраивать жилье. Поэтому, возможно, не подсуетились, не выхватили участки вовремя. Ну, слушай, если мы по карте видим, и ты сказал, что здесь есть и металлурков, и вот этот проспект Ленина, который во что-то там переходит, в Татищево, вроде бы как с транспортной доступностью все понятно. Что касается всех остальных элементов в инфраструктуру, там школы и прочее, что с этим? Ну вот, кстати, ЖК Русь, Антенна, несмотря на то, что опять же продан полностью, то есть сдался совсем недавно, а продан, потому что две школы рядом. Вот прям две. То есть вот выходишь и две школы. Это же вообще нонсенс. Хотя вот смешно, я угорал, мы снимали сюжет про Русь, это типа, знаете, сейчас все говорят, чистая вода. Тут детский сад, вот еще детский сад. Все говорят, там чистая вода, очистка воды. Руси не надо очистку воды проводить, потому что вот здесь дорогу перейдешь, и колонка стоит обычная. Накачиваешь воду, и она прям из подземных источников тебе течет. Поэтому здесь, вот здесь проблема ЖК и всех остальных, это соседство частного сектора. Здесь то же самое. А почему это проблема просто? Объясни мне. Ну, ты не знаешь, когда, что у тебя построят перед окнами. Сколько это будет развиваться. То есть его же нельзя просто снести. Ну, как бы, когда? Подожди, подожди, давай объясни мне для человека, который не, как его называется, не местный. Ну, вот, хорошо, вот ЖК Русь. Классно. Рядом остановки общественного транспорта. Они есть. Можно даже при желании там... Пешком сюда дойти, да. Дойти можно. Но, например, к той же набережной, которая тебя позиционирует, это надо прям пройти сельскую дорожку метров 800. Причем, если туда поехать, это прям реально село. Ну, прям, типа, я не знаю. Там крупный рожатый скот, наверное, можно при желании встретить в летнее время. Не вопрос. И, как бы, весь вопрос соседства. Тогда это хорошо, экологично. Да, может быть, я не спорю. Я не спорю. Ну, условно, там, типа, ребенка до школы ты еще отпустишь, а вот до набережной и ближе к вечеру уже вопрос. Ну, это, во-первых, вопрос безопасности. Просто смотри, есть в частном секторе свой плюс в том смысле, что, если много частного сектора, детский сад и школы, они не будут перенаселены, потому что вокруг новостройки по 18 этажей или, там, по 25, то все, кассет, в школу хрен попадешь. У нас же только с одной стороны частных секторов. У нас вот здесь давно существующие дома, они самые высотные, и школы-то здесь не то, чтобы прям совсем. Ну, ладно, окей. Это в любом случае тема, как бы, такая дискуссионная. А давай мы вернемся к самому изначальному вопросу. Скажи, пожалуйста, вот есть район ВИЗ, есть другие районы. Есть ли относительно них, то... И убрать слово, там, чисто перспективный. Как-то можно вас позиционировать с точки зрения, ну, конечно же, цен, не знаю, еще каких-то параметров, сравнения? Ну, я для себя ВИЗ сравниваю с пионеркой, где я живу. Пионерка – это что такое? По доступу в пионерский район. Пионерский район? Да. Сейчас мы тут наберем. Просто по доступу к центру города. По удобству выезда с центра города. Ну, то есть он даже ближе, по сути, к центру города. Вот. Ну, и, в принципе, наверное, в ценовой категории они плюс-минус сопоставимы. Но, что важно, на мой взгляд, я же там тоже в перспективе планирую рожать детей, воспитывать их, обучать и так далее. Микрорайон пионерский выгодно отличается тем, что рядом УРФУ, и там сформировался… УРФУ – это что? Уральский федеральный университет. И там сформировались лицеи и школы очень высокого качества образования. То есть вот… Ну, привязка к образованию. Да. То есть школы на ВИЗе, они вроде как рядом, но в рейтинг там топ-стопа России на ВИЗе они точно не входят. Там нет каких-то хороших гимназий. Ну, это, может быть, мое искаженное восприятие, но в рейтинге я точно их не видел. А вот в пионерке там сразу три учебных заведения с 30-й лицей, 35-й гимназия, СУНС, УРФУ, которые вот там в топ-стопа России, наверное, при желании. Есть свой СУНС? Да. Понятно. Я просто скажу, почему у меня к СУНСУ такое отношение, потому что до сих пор я слышал только один СУНС – СУНС МГУ, в котором училось, естественно, много моих друзей, поскольку я заканчивал его, но я имею в МГУ, а не СУНСУ. СУНС – МГУ – это такое место, куда собирали со всего Советского Союза победители Олимпиад в разных номинациях, там, математика, физика и прочее, прочее, предлагали им доучиваться в Москве, чтобы потом поступить в ведущий вузы Москвы. Это, конечно, сильная история. Это научный центр до высшего образования, подготовительного, по крайней мере, то, что я для себя знаю. И наличие такого количества образовательных вещей, конечно, это для тех родителей, которые серьезно думают о образовании детей, наверное, это прям фактор. Здесь еще и социалка, то есть вопрос, потому что я, например, живу вот в этом доме, здесь выходишь, раз садик, два садик, вот, и парк. То есть у меня нет набережной хваленой, но она мне не нужна. С другой стороны, подожди, я вот вижу здесь озеро Шортаж. Ну, до него пешком-то не дойдет. Ну, это от тебя, а если вот этот край, то, что называется здесь. Там, да, там своя история. А здесь есть новостройки, вот в этой части. Да, конечно, ну, это отдельная тема для разговора. Просто мы сказали, о чем я срапливаю ВИЗ. Это пионерка, это в определенной части Юго-Запад, опять же, по доступу к центру по существующей инфраструктуре, Юго-Западный микрориен. Вот. И, собственно, А, вот, Юго-Западный... То есть особняком у нас стоит автовокзал, хотя плюс-минус по доступу к центру он сопоставим, но там есть метро. Автовокзал Ботаник, это метро. Как ни крути, там, наши семь станций для кого-то ключевым являются в плане мобильности доступа. Там, если у тебя рабочее место возле метро, где-нибудь на Урал Маши, классно. Вот я думаю, что ВИЗ, это вот пионерка, Юго-Запад. Все. Для меня сравнимый. А если по ценам? Да сопоставимый. Пионерка сейчас тоже, то есть я вчера это озвучил в эфире, что я когда слышу цены, там, типа 110 тысяч метров квадратные за пионерский район, у меня волосы дымом встаются. Для понимания тот же Нагорный на стыке ВИЗа и центра еще два года назад с 90 стартовал. Сейчас, ну, такая эпоха, что тут делать. Но вопрос, как бы, ВИЗа, я думаю, это самый перспективный район для тех, кто, вот знаете, реально припарковать деньги, там, возможно, когда-то чего-то, там, дети будут, какая-то своя квартира, вот это вот про эту историю. Хотя арендовать будет какое-то время, там, тот же Зеленый остров непросто, потому что рядом инфраструктуры нет вообще никакой. И там арендаторы на первые этажи коммерции, они же все равно просчитывают трафик, а его там нету. Ну, по крайней мере, пока. Пока, да. Ну что ж, спасибо тебе, мы сейчас поедем на район и, соответственно, посмотрим. Искупаемся. Искупаемся. Посмотрим на эту водную гладь и все остальные моменты, про которые рассказывал Павел, ну, конечно же, покажем вам. Итак, поехали, спасибо. Мы сейчас проезжаем Бебелевский мост и, по сути, въезжаем в тот микрорайон, который называется ВИЗ. Но я его для себя разделяю на две части. С левой стороны у нас будет бизнесовый ВИЗ, назовем так. Ближек центра. Да, с тех пор, как продлили прямую путь к улице Татищева и соединили ее с Ленина, появилась инфраструктура центрального стадиона к чемпионату мира и так далее. Это стал прям очень-очень популярный район. И там, условно, по левую сторону у нас ценник однушки будет 160, а по правую 100. Примерно, это такой разброс цен. Вот. С точки зрения классов жилья, опять же, все, что по правую сторону, это то, что называется стандарт или комфорт, но с чистовой отделкой все, что слева, это трехметровые потолки, отделка под чистовую, ну и, в общем-то, другая целевая аудитория, наверное, во многом. А вот эта улица, это... Это Бибель. Это Бибель. И я для себя виз разделяю на то, что называется бизнесовый виз. То есть, благодаря вот улице Тойтищева в левую сторону уходящей появился прямой выезд на центральную Ленина и появилась инфраструктура центрального стадиона к чемпионату мира. Центр там у нас. Да, центр там. И вся вот эта недвижка выросла. Ну и, собственно говоря, вот проект Нагорный от УГМК, проект ЖК Высота на дальнем плане, это все уже то, что можно отнести к категории бизнес, в том числе и по цене. То есть, там вот в дальнем, доме, там, однушка, по-моему, 160 тысяч метров. 7 миллионов, короче, однокомнатная, там, 42 квадрата условно. Вот. То, что справа от нас получается по улице, это вот как раз хорошая часть инфраструктуры в плане социалки и так далее. Готовый район Висправообережье, но вот туда вглубь уходит Зеленый остров, про который мы говорили. Я думаю, мы туда съездим. И как раз там идет соседство частного сектора и новых домов. Там Янтарная долина, более-менее уже квартал сформировала, Русь построили. И это уже сильно дешевле. То есть, там условно, там можно... То, что ты говоришь, перспективы, то, что будет дорожать и прочее. Да. То есть, вот, например, Бебеля Статищева, это, как бы, такой, как это называется, меридиан, который разделяет то, что уже дорого и то, что еще есть куда дорожать, когда частный сектор расселится, когда соответствующая транспортная инфраструктура появится и так далее. Вот для меня это так. Вот. Я думаю, что здесь еще, кстати, по Нагорному пример того, что в Екатеринбурге сейчас процветает, в том числе и самолет заходит. Он же заходит на площадку бывшего завода УЗТМ. Вот здесь вот УГМК расселяет свои производственные мощности Уралкабельзавод тоже. Ну и в целом, как бы, это будущее нашего города в моем понимании, потому что... И за то, что вот условно в Москве называется реновация... Да, редевелопен. Редевелопен промышленных территорий, да. У нас это тоже процветает и, как бы, в том числе с участием сейчас московским. Я считаю, это правильный шаг. И, как бы, вот, ну, я так понимаю, что вплоть до той улицы УГМК должно проектом все застроить, но, опять же, перспективы здесь, собственно говоря, не называются. А в ту сторону, что у нас идет? В ту сторону у нас любимые всеми Академ. А, вот это вот улица упирается в Академ, да. То есть, я думаю, километр здесь будет трамвай или нет? Нет, нет. Это вот как раз по этой улице, по-моему, я сейчас не вспомню. Ну, короче, здесь вдоль линии точно нет. Ну, хорошо, поехали тогда вглубь. Да, я думаю, что бизнесовую часть виза мы оставим для рекламодателей. Для москвичей. Пусть обращаются, найдем нормальный вариант. А поедем смотреть развивающийся виз, он поинтереснее будет. Ну, что ж, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова